Ало, скорая 145 слушает, что у вас случилось? С этого года по номеру 103 со всех мобильных телефонов городов и районов республики просьба о помощи приходит сюда, в единый оперативный центр. Ежедневно 100 бригад скорой выезжают 800, а то и больше раз к тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Все районные и городские подстанции с этого года – одна команда спасателей. И еще одно важнейшее стратегическое решение – в структуру скорой помощи вошел Центр медицины «Катастроф». Преимущество в первую очередь такой большой организации именно в том, что мы можем практически работать в одном пространстве по всей республике. Это и информационное пространство, это и профессиональное пространство. То есть это кадры, стажировки, это возможности различные для наших фельдшеров, подготовка специалистов, укомплектованность кадров и так далее. Это возможность быстрого реагирования, потому что единая служба, соответственно, мы можем мониторировать каждую машину, определить, где она находится, определить необходимость в той же чрезвычайной ситуации, быстро принять решение. Ежедневно все подстанции участвуют в видеоконференц-связи, обсуждают оперативность смены, тяжелые клинические случаи, проводят разбор полетов. Общая информационная система дает возможность проводить и обучение врачей, диспетчеров, фельдшеров. Сейчас у нас в Чувашии нет территориального принципа распределения бригад. Вся республика – единое пространство без границ и районов. На вызов диспетчер отправляет самую ближайшую свободную бригаду. В этом году вблизи федеральной магистрали заработали трассовые пункты скорой помощи, где также круглосуточно дежурят медики. Их задача – оказывать экстренную помощь пострадавшим в дорожных авариях и выезжать к больным в ближайшие населенные пункты. Кто и где в данный момент находится, хорошо видно на большом экране оперативного отдела. И сейчас специалисты по информатизации думают над тем, как усовершенствовать распределение вызовов и еще больше ускорить время доезда. В оперативном отделе мы планируем в этом году реализовать автоматическое распределение вызовов по бригадам на планшеты. То есть программа сама будет анализировать специфику вызова, находить ближайшие бригады и распределять им вызова. В том числе учитывая среднесущую нагрузку, чтобы бригады равномерно работали и нагрузка была одинаковой. Чебоксарские бригады уже освоили работу с планшетами. Компьютеры заменили бумагу, бланки и ручку. Вся медицинская документация ведется в электронном виде, что значительно экономит время. Вступил вызов повод боли в груди, сжимающего характера. Здесь улучшение в том, что мы уже знаем основные данные пациента, знаем его фамилию, имя, отчество. Можем прослушать карту вызова, то есть уже знаем специфику вызова, что необходимо брать. Также мы можем через планшетный компьютер проложить наиболее быстрый маршрут к пациенту с учетом всех затруднений и пробок. То есть на это уже экономится очень много времени. Также мы можем посмотреть, сколько пациент вызывал и поводы вызова. То есть данный пациент вызывал три раза. Мы можем открыть каждую карту, знать диагноз, чем и куда он был доставлен. В ближайшее время планшетные компьютеры поступят в распоряжение бригад Новочебоксарска и Цивильского района, а затем и во все города и села республики. Со временем на скорой намерены организовать электронный документооборот и внедрить электронные цифровые подписи. А неотложные вызовы автоматически будут передаваться и в поликлиники по месту жительства пациентов. Уже сейчас видеокамеры размещены на всех подстанциях республики. И в круглосуточном режиме старший врач смены может контролировать все бригады, насколько оперативно они выезжают. Видеонаблюдение помогает и повысить безопасность в самых ближайших планах и обновление автопарка. Мы закупаем на республиканские деньги 84 машины. Еще 10 машин нам дает Федерация до конца года. Соответственно, мы пополняем свой автопарк. И он будет на 75% обновлен. Для нашей республики, конечно, большое достижение. Потому что как будет оказываться помощь, как оснащено рабочее место, бригады, фейшера, водителя, это имеет огромное значение. Но как бы оперативно не работали бригады скорой помощи, главная проблема все равно остается пока нерешенной. Она присуща почти всем регионам страны и связана, скорее всего, с российским менталитетом. Самое главное у нас сегодня, к сожалению, причина в Российской Федерации – это по смертности, поздняя обращаемость населения к врачу. Заболело сердце? Да подожду, пройдет. Да дай валидольчик под язык положу. И не вызывают скорую помощь. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний из года в год лидирует. Врачи зачастую разводят руками, когда пациент поздно поступает в реанимацию, и шансов спасти его почти не остается. Тогда как своевременный вызов скорой не привел бы к фатальным последствиям. Ивана Аюкова, пациента республиканского кардиодиспансера, врачи спасли и даже уберегли от инфаркта. Экстренно привезли из поселка Эбреси в Чебоксары. 18 сентября, рано утром я встал и почувствовал боль в груди. Вот и сжение какое-то. Ну, несколько растерялся. Рядом была жена, тоже медик с 30-летним стажем. Вот она решила позвонить в скорую помощь. Приехала в скорую помощь в течение 8-10 минут, где-то так. Вот они посмотрели и решили меня привезти в Чебоксары. Вот сделали операцию в результате осмотра. Оказалось, что у меня сосуд закрылся один сердечный. И вот поставили стенд. После этого привезли сюда на реабилитацию. В соседней палате сейчас также проходит реабилитацию Борис Сафронов из Чебоксар. Ему спасли сердце, поставили стенд в коронарный сосуд. Купили мы деревний домик с большой землей, 40 сотых, старые постройки. Ну, начали там работать. Работали, работали. Конечно, с непривычки, это нам тяжело. Допустим, тачку принес с овощами, с огорода. Где-то сердце, значит, одышка появилась. Сердце может не выдержать и запредельные физические нагрузки, и эмоциональное напряжение. Постоянные стрессы сказались на здоровье Сергея Воеводина из Канаша. Пришел с работы вроде, ну, устал, вроде так, как бы, груди жжет. Кто-то болит. Ну, мы же, люди, привыкли к чему. Ладно, пройдет, завтра опять на работу. В течение ночи это все не прошло, и вот все-таки в результате утром так и пришлось вызвать скорую помощь. Видите, человек я довольно-таки тяжелый. Это врачам скорой помощи пришлось постараться, чтобы меня с третьего этажа спустить, положить в машину, привезти. Рекомендую, конечно, жителям не тянуть до такой последней минуты. Это очень плохо. Может привести и к трагичным последствиям. И чем дальше мы запускаем это все, у нас больше, более обширный инфаркт получается. Боль в области сердца – это как раз тот случай, когда нужно вызывать скорую. Чаще всего такие боли появляются при приступе стенокардии. Больные знают, надо принять нитроглицерин, успокоиться. Но зачастую боль проявляется впервые. И тогда ни в коем случае нельзя медлить и ждать, что она самостоятельно пройдет. Боль при инфаркте носит интенсивный характер. Часто сопровождается потливостью, слабостью. Очень часто она носит, имеет радиацию. Это в левую нижнюю часть нижней челюсти, в левую руку, в левое плечо, в межлопаточную область, под левую лопатку. Очень редко она носит атипичный характер. То есть иногда у нас был пациент, который жаловался на боль просто в левом мизинце. Ничего в груди его не беспокоило, под лопатку, каких-то ощущений в области сердца у него не было. Только болел мизинец. В каждой аптечке, дома, в автомобиле, на рабочем месте должен быть нитроглицерин. Валидол и другие успокоительные микстуры бесполезны. Нужно открыть форточку, сесть. Можно лечь, но с приподнятым головным концом. Нужно принять четверть таблетки аспирина. Нужно таблетку нитроглицерина. Ждем 5 минут. Если через 5 минут после приема нитроглицерина боль у нас не проходит, мы вызываем скорую помощь и принимаем вторую таблетку нитроглицерина. Пока ждем скорую помощь, можно взять шерстяную варежку, растереть область груди. Вот покраснение кожи в области сердца способствует притоку крови и некоторому улучшению самочувствия. На звонок в скорую сразу ответит диспетчер. Распознать по характеру боли начинающийся инфаркт поможет старший врач смены. Бригада же в этот момент уже получит экстренный вызов и направляется к больному. Бригада 45 на выезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова